Привет всем, рады видеть вас на нашем канале. Сегодня мы глубоко погружаемся в десятый эпизод Сюгуна и обсудим несколько захватывающих теорий и прогнозов. Пока напряжение растет, давайте рассмотрим, что может ждать наших персонажей и как их путь может раскрыться в следующем эпизоде. Пристегнитесь и присоединяйтесь к захватывающему обсуждению всего связанного с Сюгуном. Начинаем. Сюгун, который был лучшим шоу года с большим отрывом, скоро закончится. Самый отличный эпизод на сегодня был девятый. Багровое небо, который завершился шокирующей смертью и подготовил почву для кульминации плана Торунаги в десятом эпизоде «Сон мечты». Как всегда, предлагаю поразмышлять о последующих событиях и, как обычно, я буду ссылаться на книгу. Так что это ваше вежливое предупреждение. То, что следует, включает значительные спойлеры для финала сезона Сюгуна, и если вы не хотите их видеть, то отклонитесь прямо сейчас. Блэкторн много пережил, согласившись на Рерако, и проведя еще ночь. Ее смерть, возможно, обрушит его. Факт горящего корабля и его оставляющим в Японии усугубит ситуацию для него. Это именно то, что я думаю произойдет в финале сезона. Чтобы удержать Блэкторна в Японии и использовать его против Исида, Торунага велит сжечь его судно, как показано в эпилоге. Это часть хорошо продуманной стратегии Торунаги, включая самоубийственную миссию Мари Кавасаки. Цель Торунаги стать Сюгуном всегда был его план. Он планировал каждое действие и в финале удалит Исида в Сакигахаре. Если следишь за ситуацией, Торунага становится злодеем. Он обманул всех ради своей выгоды, жертвуя близкими, игнорируя советы. Фантастический персонаж великолепен победой. В эпилоге Торунага объявит о предательстве Ябусиге и велит ему совершить сэппуку. Предварительно подарит Блэкторну свой меч. Ябусиге интересный, но не так умен, как Торунага. Его страх определял действие в предпоследнем эпизоде. Страх поражения Торунаги. В культуре ценящий альтруизм выбрал самосохранение Ябусиге. К сожалению, поддержал не того. Ябусиге будет недоволен последствиями, и его неотвратимая смерть будет напоминанием о случае, впечатлившем Блэкторна, когда выбрал смерть вместо того, чтобы утонуть. Ябусиге и Блэкторн связаны странной связью с самого начала, что получит свое разрешение, когда Ябусиге отдаст Блэкторну свою катану.